Дорогие друзья, сегодня в программе в рубрике недвижимость мы расскажем вам о реально произошедшем сравнительно недавно случае мошенничества с жилой недвижимостью. Все подробности узнаете далее. Смотрите и не переключайтесь. Жилье, квартира или дом, оставшиеся единственной реальной ценностью у многих людей, становятся объектом преступления, в большей степени мошенничества. На Самарском рынке недвижимости число таких незаконных поддельных сделок резко увеличилось. Совсем недавно одно из крупнейших агентств недвижимости города столкнулось с такой проблемой. Мы все прекрасно понимаем, что есть криминальные всякие структуры, мошенники, которые пытаются нажиться на рынке жилья. Но все-таки, как мы видим из новостей, всегда казалось, что они действуют самостоятельно. То есть они выбирают граждан, с которыми провести такую операцию, и как-то не задействуют агентство. И, соответственно, вот мы были шокированы, насколько, так скажем, в наглую, да, мошенник, ничего не боясь, обратился в крупнейшее агентство, провел сделку в регистрационной палате, обошел ее, да, обманув ее поддельным паспортом. Сделка была зарегистрирована. Вот это все, вот такая вот открытость и наглость, она в данной ситуации, конечно, шокирует. Большинство махинаций с квартирами совершается по поддельным документам. Так же произошло и в этом случае. Мошенник выбрал человека, который постоянно сдает свою квартиру в наем, или, как у нас в народе говорят, в аренду. Соответственно, больше того, опять же, подобрал вот этого клиента для собственника квартиры, а также одно из крупных самарских агентств. То есть получается, что он не вот не к нам только пришел в агентство, не побоялся он уже дважды. Дважды. Значит, соответственно, он нашел якобы вот квартиру, где он собирался проживать, снял эту квартиру. И, естественно, сейчас большинство собственников на самом деле подписывают договор найма, когда сдают квартиру, опять же, для своей же уверенности, чтобы получить и паспортные данные, и условия договора зафиксировать. И вот этим и воспользовался мошенник. Он заключил договор найма жилья на свою гражданскую супругу. Обменявшись копиями документов и получив ключи от квартиры, мошенник подделал паспорт собственника, сохранив данные, подделав лишь фотографию. И дальше, вот то есть за почти что два месяца, человек, этот мошенник, он с этим паспортом уже поддельным обратился в регистрационную палату, чтобы ему выдали дубликаты правоустанавливающих документов на квартиру. Таким образом, он получил правоустанавливающий и свидетельство о праве собственности. Повторю, дубликаты. В принципе, сама ситуация является прям законной. Она прямо предусмотрена в законе о государственной регистрации прав на недвижимость для всех собственников. То есть, если мы утратили свои документы на квартиру, то регпалата спокойно выдает нам дубликаты. То есть, таким образом, он первый раз прошел регистрационную палату, и подделка паспорта была не замечена. И в дальнейшем, уже получив вот эти дубликаты у него были, они имеют такую же законную силу при продаже квартиры, и свой поддельный паспорт, он обратился к нам для того, чтобы продать квартиру. Сделать это нужно было в очень короткие сроки, поскольку этот мошенник утверждал, что ему нужны деньги на срочную операцию для ребенка. С этими документами он обратился в агентство недвижимости, и буквально через несколько дней нашелся покупатель. Пройдя проверку по всем документам, сделка состоялась. Однако, через некоторое время вернулся настоящий собственник этой квартиры. Сейчас дело находится на стадии следствия в отношении мошеннических действий. И параллельно настоящий собственник объекта предъявил гражданский иск, который рассматривается в гражданском суде к нашей клиентке, к покупательнице квартиры, о том, чтобы признать эту сделку ничтожной. Сделка эта, скорее всего, будет признана незаконной. Ответственность за возврат крупной суммы денег покупателю взял на себя агентство. Чем больше вы будете собирать сведений о квартире и о ее хозяине, тем спокойнее будет вам самим. Остается только добавить. Будьте внимательны и осторожны при совершении сделок с недвижимостью, поскольку в последнее время мошенники становятся коварней и опасней, придумывая все новые и новые схемы обмана людей. Мы будем рады, если наша программа поможет вам сориентироваться в мире недвижимости. Удачи вам! Пока! Субтитры делал DimaTorzok